В Сенегале мы провели неделю и он нам понравился. Здесь улыбчивые люди, впечатления хорошие. Последние выходные в Сенегале у нас прошли на берегу в месте под названием капскиринг. Сейчас не сезон, поэтому практически никого не было. Океан, пустынные пляжи, но тем не менее погода была хорошая. Перед каждой новой африканской страной какое-то странное чувство. С одной стороны немножко волнения, с другой стороны возможно немножко боязни. Сейчас мы едем в Гвинею Бессау и не знаю в принципе чего ждать. Информации не так много, страна мало развита. До сих пор там стоят генераторы в основном как источник электричества. Непонятно даже, есть ли там локальные сим-карты, можно ли их купить и как и где. Информации никакой нет. Будем разбираться по ходу дела. И в то же время есть чувство какой-то, какого-то приятного волнения, потому что это еще одна новая страна, нам предстоит что-то узнать и возможно нам предстоит самим измениться. Опасения насчет Гвинею Бессау вначале не подтвердились. Нас встретила отличная дорога. Правда потом она перестала быть отличной, но это нас не сильно расстроило. Ведь ехать было недалеко и главное нас ждал обед. Мы едим устрицы. Нам сказали, что их очень мало принесут, сказали еще одно блюдо, а оказалось не столько. Я еще столько устриц в своей жизни не ела. Так вкусно, безумно вкусно. Запеченная в гулях. Насладившись ведром устриц за 6 евро и полюбовавшись африканской природой вокруг, мы таки отправились в столицу, где на вечер уже была запланирована встреча с братом по духу. Но вначале нам пришлось впервые в этой поездке воспользоваться местным общественным транспортом. Мы в Гвинеи Бессау, в городе Бессау. Остановились на кемпинге, который немножко на отшибе. Сейчас нужно добраться в центр и встретиться с голландским оверлендером тоже. Посмотрим вместе матч Польша-Колумбия. А как добираться будем, пока не знаю. Наверное, возьмем шерт такси. Договорились за 3000 франков вместе в центр. Едем. Шерт такси в Бессау. Старенькие синие мерседесы. Нужно объяснить, куда ты едешь, и если тебя возьмет водитель, то будь готов к попутчикам по дороге. В пути подобрали еще одного пассажира. И сейчас уже подъезжаем. Скоро выход. Все как в наших маршрутках. Кроме неожиданной честности. Приехали. И что самое интересное, я подумал, что цена 3000 франков. И в конце достаю 3000 франков, а он мне говорит, нет. И берет только одну тысячу. Представляете, даю таксисту 3000 франков, а он взял только одну. Родился тот таксист, который не взял больше, когда ему дают больше. Вот так вот. Приятное впечатление. Встретили оверлендера в столице Гвинеи Бессау, в городе Бессау. Человека зовут Эдвин. Он уже 7 лет путешествует вокруг мира. Продал свою компанию в 40 лет и отправился в путешествие. Показа, что вы имеете в виду? Что меня останется, я никогда не был в двух странах. В одной стране, в которой был самим, как другим странам. Каждый раз я заходу, все изменяются. И это не было как ничего, что я видел. Я думаю, это удивительно, что у нас много стран в мире. И никто не знает. Какая была самых негативных испытаний? В последние 7 лет выяснили, что было самое негативное, что произошло? Это очень сложная вопрос. Что было самое негативное? Нет, это довольно позитивное. Если бы это было бы необычное, то я бы уже уйдала. Авторитетов, и если вы идете на очень туристические места, то всегда есть длительные люди, которые пытаются научиться, Так что это негативный аспект для путешествия. В большинстве время я пытаюсь остаться от этих туристических мест. Где вы видели самые приятные люди? Это очень сложный вопрос. Это очень хорошая новость. В целом, в мире люди очень хороши. Я бы сказал, что около 99,9% мира это хорошие люди. И это только 0,1%, которые иногда это за все остальные. Но нет, я встречал хорошие люди везде. И что бы тебе предложение для людей, которые мечтают о путешествии, чтобы идти куда-то, но они еще не уйдут. Просто делай это. Не упомяйся, просто идти. Африка на колосе. Гвинея-Бисао очень маленькая страна. Мы провели в ней всего лишь две ночи. И получив визу в Кот-де-Вар, справились дальше. Впереди нас ждала Гвинея, с чуть более, чем полностью ужасными дорогами. И это мы почувствовали уже возле самой границы. В Гвинеи-Бисао мы впервые столкнулись с по-настоящему плохими дорогами. Возможно, еще не настолько плохими, как предстоит. Но главная дорога между странами-соседями Гвинеи и Гвинеи-Бисао очень, очень плохая. Продолжение уже скоро, поэтому поставьте лайк, подпишитесь на наш канал и расскажите друзьям. Пока!